На погрузку на территорию Республики Румыния в город Форте-Чень. На этом складе я посмотрел, там груз был церковный, утвари, коконы. Груз начали грузить, осуществилась погрузка. В дальнейшем мне выдали весь пакет документов, после чего я выдвинулся на территорию России, в город Москву, где должна быть выгрузка. Проехал в страну Румынию, я доехал до Румынско-Ленгерской границы, где так подался документ необходимый для прохождения таможенной процедуры. Меня досмотрели, проверили, никаких проблем не было выявлено, после чего я заехал в Шангензону. Последовав, опять же, в направлении России, проехал в Словакию, Польшу, Литву, Латвию, где препятствий никаких не было на дороге. Доехал до Латвийско-Российской границы на выезде из Шангензона, так же само предъявив все документы на груз, меня досмотрели, проверили груз, документацию. Так же ничего не было, никаких проблем, после чего я доехал до Российской границы. Заехав на территорию Российской границы, я подал все документы для прохождения таможенных процедур, начался таможенный досмотр. В ходе таможенного досмотра в иконах были выявлены уважения взрывчатые вещества и взрыватели, после чего я был задержан. В уважениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности, гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тросила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. В иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для совершения диверсий. В иконах также обнаружены комплекты для сборки самодельных взрывных устройств. В комплект входят элемент питания, радиоплата со слотом для сим-карты и электродетонатор. При соединении всех элементов комплекта со взрывчатым веществом самодельное взрывное устройство готово к использованию. Сборка данного самодельного взрывного устройства занимает считанные минуты.